Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Главные новости Чувашии и страны в материалах репортеров нашей программы. Сегодня в выпуске. Разумно ли хранить деньги в банках? Стоит ли сейчас совершать крупные покупки? И что делать, если расходы превышают доходы? Что еще обсуждают на уроках финансовой грамотности в Чебоксарах? Как телефонные переговоры с мошенниками закончились потерей 2,5 миллионов рублей? Кто виноват? 150 журналистских проектов из разных уголков страны. Кто из корреспондентов удивил жюри своими работами? Сделать жизнь людей комфортнее и лучше. Такое стремление объединяет муниципальных и государственных служащих. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник – День местного самоуправления. Какую роль играют муниципальные служащие в развитии целой страны, расскажет Анна Центовская. Сегодня в Чувашии 317 муниципальных образований. В каждом селе, городе и районе ведется активная работа – благоустройство, строительство социальных объектов, модернизация дорог и многое другое. За каждым изменением – свои люди. Органы местного самоуправления – это именно та составляющая публичной власти страны, которая постоянно находится в контакте с людьми. Ведь именно из сел, деревень, малых городов и иных типов населенных пунктов состоит наша страна российская. Задач много и все постепенно решаются. Сегодня за вклад в развитие местного самоуправления Валерия Александровича наградили медалью. У нас запланировано строительство сферы Скоржевского. Улицы будут устроиться, сфальцироваться. Работы очень много. Две школы входит в программу капитального ремонта. Это только вот такие значимые моменты обозначили. А так очень много работы еще и внутренние. Наградили и главу Михайловского сельского поселения Цивильского района. За успехи в работе и многолетнюю службу Геннадию Николаеву вручили почетную грамоту Чувашской республики. Мы участвуем во многих программах. Участвую в лучшей муниципальной организации производства. Так как у нас на территории предприятий много и собственный доход у нас очень большой. Уличное освещение во всех деревнах сделали. Также сейчас в трех населенных пунктах установили уже новые водонодопорные башни. Сегодня местное самоуправление стоит на пороге перемен. До конца 2022 года завершится трансформация сельских районов Чуваши в муниципальные округа. Это повлечет за собой более эффективное развитие территорий. Все для того, чтобы четко и быстро реагировать на запросы жителей и решать первоочередные проблемы. Анна Центовская, Елизавета Цветкова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чубоксарах прошла восьмая сессия Государственного совета седьмого созыва. В повестке дня было 18 вопросов, большинство внесения изменений в законопроекты. Но некоторые вызвали бурные дискуссии. За законотворческой работой наблюдала наш репортер Татьяна Молокова. Один из первых и важных вопросов о единовременной выплате семьям погибших или умерших во время специальной операции. Денежная выплата, дополнительная мера поддержки. Всего таких в республике порядка 15. Предлагается предусмотреть дополнительную социальную поддержку членам семей погибших военнослужащих. Единовременные денежные выплаты составят 1 миллион рублей. Этот вопрос депутаты поддерживали единодушно, но некоторые все же решили высказаться. СССР Игорь Маляков напомнил, что именно их фракция стала инициатором этого законопроекта. Мы должны подумать, как сделать так, чтобы без лишней бюрократической волокиты люди получали эти средства, чтобы не было нанесено никаких дополнительных ран душам этих людей. А затем предложил подумать, где еще можно взять деньги в республике. Он вновь напомнил, что в Чувашии есть объекты, в которые вложены многомиллионные суммы, а отдачи нет. Получилось, что вполне себе социальный и гуманитарный вопрос превратился в освещение позиции депутата Малякова. Как будто он сейчас воспользовался трибуной, ровно как в те времена, когда его лишали слова, на заседаниях парламента. Но в итоге все депутаты поддержали закон о единовременной денежной выплате в двух чтениях. Решение принято единогласно. На сессии 21 апреля фракция «Справедливая Россия» взяла на себя роль оппонентов всех выступающих, пока представитель ЛДПР Константин Степанов в отпуске. Так, один из вопросов – возможная передача в безвозмездное пользование культурных памятников федерального значения. Фракцию интересовало, какие памятники в республике находятся в собственности федеральных органов власти. И предложили подключиться к этому вопросу единоросса Петра Краснова, работавшего в свое время министром культуры региона. Петр Степанович решил прояснить коллегам эту тему. Наверное, где-то вот тот законопроект, может быть, заинтересует органы федеральной власти быть ближе к объектам культурного наследия хотя бы федерального значения. Дело в том, что 73 ФЗ, федеральный закон о объектах культурного наследия, предполагает финансирование тех объектов, которые условно, не условно, арендованные. Возникает определенная коллизия. А когда вот приходилось там, и всегда возникал вопрос, ну вот федеральный закон позволяет, а в ответ Минкультура России отвечает. А вот федеральный закон, федеральный бюджет нам не позволяет. Еще один вопрос, который вызвал дискуссии – централизация объектов электросетевого хозяйства. В Чувашии сейчас 39 территориальных сетевых организаций разных форм собственности. На них приходится 80% всех аварий в электросетях. Предусмотрено сокращение количества территориальных сетевых организаций, приведение общего объема потерь к нормативным в целях повышения эффективности электросетевого комплекса, а также снижение потерь электрической энергии в электрических сетях. У эсеров заискрило. Сергей Семенов поинтересовался, сколько человек будет уволено. Ответ – нисколько. А Владислав Солдатов, не скажется ли это на тарифах? Ответ – никак. Горбунов уже не как депутат, а как экономист пояснил экономическую суть закона. Чем меньше убыточных сетевых организаций, тем меньше стоимость электроэнергии. Поддержал коллегу и депутат Михаил Резников. Централизация позволит обеспечить качественной электроэнергией как можно больше абонентов. Большинство депутатов поддержали закон. Сегодня глава Чуваши Олег Николаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Объем торговли Чуваши и Беларуси вырос по итогам прошлого года. При этом экспорт чуварской продукции превышает импорт. Олег Николаев рассказал о новых возможностях взаимного сотрудничества. В Республике увеличиваются пассивные площади хмельников для пивоварения. Беларусь, отметил глава региона, сильные производители лекарственных препаратов. Мало используются возможности нашего электротехнического кластера, который, с одной стороны, обладает всеми ведущими мировыми компетенциями в области цифровых решений, электро- и энергобезопасности критической инфраструктуры. Здесь мы конкурируем сейчас и со Шнайдером, и с другими ведущими организациями. Например, Медведевская подстанция в Сколково. Это как раз наши предприятия электротехнической промышленности реализовали. Но при этом еще сохранились и старые компетенции. У нас много взаимодополняющих встречных вот таких вот моментов. В сельхозпроизводстве мы работаем на уровне европейских стран. То есть у нас где-то не более 4% населения работают в сельском хозяйстве. Мы обеспечиваем полностью домом разрешении проблем продовольствия и безопасности. Продовольствие – одна из основных статей экспорта. Это все до 7 миллиардов долларов мы вот экспортируем в продовольствие. Ну, прежде всего, Российская Федерация и РФ, активно работаем с Китаем. Посол Белоруссии Владимир Семашко отметил, что страна заинтересована в химической продукции, машиностроении. Кроме того, союзное государство готово к участию различных проектов в сфере строительства ЖКХ сельского хозяйства. В ближайшее время между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Чувашии будет подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах. В полицию обратилась жительница Чебоксар, которая перечислила телефонным аферистам все свои сбережения. А это ни много, ни мало 2,5 миллиона рублей. Даже когда женщина писала заявление в отделении полиции, ей продолжали названивать мошенники и просить дополнительные переводы. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашии. В Чебоксарах к полицейским за помощью обратилась 49-летняя горожанка, которая лишилась накопленных ею 2,5 миллионов рублей. Женщина рассказала, что сначала ей поступил звонок якобы от сотрудника банковского учреждения, который сообщил о несанкционированном доступе к ее накопительному счету. Затем к телефонному разговору подключился еще один мужчина, назвавший себя работником правоохранительных органов. Он убедил женщину в необходимости выполнить финансовые манипуляции под диктовку, чтобы обезопасить сбережения от кражи. Закрыть главный финансовый лицевой счет и перевести все деньги на новый главный лицевой счет. А в связи с чем это нужно сделать? Что вот эти вот мошенники получили доступ именно к этому главному лицевому счету, то есть под угрозой все вклады во всех банках. Поэтому их нужно закрыть и перевести на новые. Чтобы развеять все сомнения женщины относительно правдивости своих слов, аферисты использовали современную программу подмены номеров. Для обмана граждан мошенники зачастую пользуются системой подмены номеров, позволяющей осуществлять звонки так, что при входящем вызове на экране телефона высвечивается абсолютная любая комбинация цифр. Например, это могут быть телефоны правоохранительных органов. И наша потерпевшая поверила злоумышленников после того, как лично сверила поступающие на телефон номера с опубликованными на официальном сайте правоохранительной структуры номерами телефонов. Даже когда женщина уже находилась в полиции, ей продолжали названивать аферисты и требовать дополнительных переводов. Откуда я знаю, что вы вместо того, чтобы набраться в отделение банка, в данном сложившейся ситуации, занимаетесь своими делами? Я же сказала, что в банке обед, и вы мне сами сказали, что вот пока полчаса, займитесь своими делами, можете пообедать. Я пошла обедать. Сколько вы будете в отделении банка? Так, может 30-45 минут где-то мне еще доехать надо будет. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Первый в России окружной форум по финансовой грамотности дал старт всестороннему изучению науки по всей республике. Сегодня открытый урок финансовой грамотности прошел в 65-й школе Чубаксар. Пообщаться с ребятами приехал Михаил Ноздряков, министр финансов Чувашии. Как он оценил работу педагогов, расскажет Анна Центовская. Что такое финансовая грамотность, ученики 65-й школы знают на отлично. Здесь для изучения расходов и доходов выделен отдельный урок. Его изучение стоит на одной ступени с математикой, историей и литературой. Мы проходили тему ту же самую кредит, и многие ребята уже знают о том, какие бывают кредиты, что такое кредитная карта. Они могут назвать непосредственно, что она себя представляет, какие возможности у нее есть. То есть в этом ребята в целом уже как-то подкованы. Это жизненные какие-то ситуации у них есть. Другое дело – налоги. Куда они отправляются? Что такое НДФЛ? Как рассчитать налог на автомобиль или загородный дом? С такими задачками сегодня столкнулись не только дети, но и взрослые. Мы посчитали, что надо 0,2% умножить на кадастровую стоимость в 8,4 млн. Ну, соответственно, у нас получилось 2,8 рублей. Ну, это в рублях, наверное, да? У меня вопрос к ребятам. А площадь суммы нам нужна в данном случае? Нет, нет. Разумно ли хранить деньги в банках? Стоит ли сейчас совершать крупные покупки? Что делать, если расходы превышают доходы? Уже совсем не детские вопросы от девятиклассников. Рубль сегодня и рубль завтра – это деньги разные. Поэтому сегодня вы должны эти суммы вложить максимально эффективно. Единственное вложение, максимально эффективное, и сегодня существующее для вас – это вы сами. Это ваше здоровье, ваше образование. Финансовая грамотность – довольно сложный предмет, отмечают школьники. Нужно не только посчитать, но и правильно вникнуть в суть задачи, чтобы не допустить ошибки. Но от этого уроки только интереснее. Я наглядно убедился, что сегодня и педагоги достаточно доступно и интересно рассказывают на эту тему. И ребята схватывают и, так сказать, реагируют на те вопросы, которые заданы, решают задачки достаточно непростые. Вот я, находясь кругу ребят, у нас не сразу получилось найти ответ. Финграмотность – дорога в будущее. И чем раньше ребенок познает эту дорогу, тем легче ему будет идти по жизни. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. С чего начать снимать телепередачу? Как сделать интересный контент? Какие рубрики в газетах и соцсетях популярны сегодня у школьников? На эти и еще десятки вопросов, ответы участники межрегионального творческого конкурса «Школа пресс» искали на мастер-классах. Занятия проводили представители «Медиачуваши». Межрегиональный открытый творческий конкурс школьных изданий, которые организует газета «Грани», проходит уже в 16-й раз. Участники – начинающие журналисты, фотокорреспонденты, дизайнеры и верстальщики газет из разных уголков России. В этом году, кроме ребят из Чувашии, свои работы представили школьники из Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Дагестана, Челябинской, Тульской, Волгоградской, Московской областей, Забайкальского края, городов Санкт-Петербург, Киров, Нижний Новгород, Петрозаводск. Жюри было непросто из 150 проектов выбрать лучшие и вынести вердикт. Я влюбилась в «Дед Инсайда». «Дед Инсайд» происходит от английского «Dead Inside» – «мертвый внутри». Так называют людей, которые находятся в грустном состоянии. Видео моей подруги в ТикТок – полный кринж. Кринж – испанский стыд. Что-то, что выглядит глупо. Ребята из детского медиа-центра разговор на мастер-классе со своими сверстниками начали на понятном им языке. Рассказали, где искать темы для публикаций, как можно снять ролик на сотовый телефон, как держаться в кадре. Ведь сегодня школьные газеты выпускают не только на бумаге. Практически у всех редакций есть интернет-версии. Очень много нужных советов. Выходила на игру, очень поняла, как быстро заканчивается словарный запас. Нужно проговаривать свою речь, все больше изучать русский язык, читать больше книг, журналов. Мне очень нравится выступать, особенно перед ребятами такого же возраста. Я чувствую себя комфортно. Мне понравилось то, что я могу поговорить, поделиться своим опытом. Мне хотелось донести то, что каждый может заниматься медиатворчеством. На мастер-классы к юным журналистам заглянули старшие коллеги. Пресс-секретарь главы Чувашии Борис Краснов, министр цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. Они вспомнили свои школьные годы и рассказали, как детские увлечения повлияли на выбор профессии. Наверняка там есть безусловные звезды. Я в этом уверена, потому что даже сейчас среди нашего жюри есть ребята, которые выросли из этой школы пресса и поднялись до определенных классных и крутых результатов. Я уверена, что среди этих команд, которые сегодня, ребят, которые пришли, тоже есть те начинающие журналисты, которые в будущем станут журналистами с большой буквы. Сто процентов. Просто им еще нужно много работать, да, для того, чтобы показать себя, для того, чтобы овладеть профессией. Самое главное, мы должны понимать, что журналист — это творческая профессия. Для творческой профессии ни в коем случае не должно быть каких-то определенных граней. Свою уникальность терять не надо. Это первый момент. Второй момент. То, что напротив любой традиционной СМИ, оно должно быть на острие прогресса. И просто туда, к своему традиционному формату, ты добавляешь то, что сейчас свежо, то, что сейчас новинку. И, как говорят, все самое интересное и все самое новое появляется на чем? Всегда на стыке. Роман Павлов, пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашии, тоже начинал свой профессиональный путь с редакции газеты в Новочебоксарской школе номер 12. Я был одним из первых участников, даже первым участником школы пресс. Естественно, сейчас я понимаю, что когда-то шаги журналистики первые были достигнуты именно благодаря этому конкурсу, благодаря газете «Грани», благодаря моему педагогу по журналистике. Я всегда стеснялся каких-то публичных выступлений. Но здесь мне пришлось перебороть свои страхи и научиться говорить, потому что важно было презентовать газеты, важно было презентовать свой коллектив. Победителей определили в четырех номинациях. Лучшей газетой городской школы стала работа ребят из детско-юношеского центра города Челябинск. Лучшей газетой сельской школы признаны проекты из Забайкальского края и поселка Урмары Чувашской республики. Приз за лучший дизайн школьной газеты отправится к ребятам из Камчатского края и из Челябинска. Они участвовали дистанционно. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» уже на протяжении 10 лет оказывает информационную поддержку в проведении конкурса школьных газет «Школа пресс». В этом году специальный приз от канала в номинации «Лучшая газета сельской школы» получил коллектив Урмарского образовательного учреждения имени Егорова. Юный журналист из этой же газеты Владислав Данилов стал лучшим корреспондентом. Я представил на этот конкурс свою статью про выбор будущей профессии, про то, какой же передо мной стоит выбор. То есть я тогда был в девятом классе и у меня как раз таки стоял выбор, то есть идти в десятый класс или уйти в колледж. И даже хочу сказать, что летом это довольно-таки сложный для меня был выбор и я лишь в последний момент смог определиться и в итоге пошел в десятый класс. Получается, получилось написать довольно-таки хорошо, раз я победил в этом конкурсе. В следующем году, по прогнозам организаторов, конкурсных работ станет еще больше. После мастер-классов у юных журналистов рождаются новые идеи, которые они уже спешат реализовать. Эра внутреннего туризма начнется с круглого стола, который пройдет 23-24 июня. Сегодня такое решение приняли депутаты на заседании комитета по туризму. Участники встречи обсудят вопросы инфраструктуры, экономики и продумают мастер-планы. Предложение подготовили вместе с главой и правительством Чувашии Татарстана и корпорацией туризм РФ. Тема предстоящей встречи более чем актуальная. Туристическая инфраструктура и меры государственной поддержки для ее создания лучшие практики. На дискуссионной площадке федеральные спикеры и эксперты обсудят и туристическую инфраструктуру городов, расположенных на Волге. Разработан проект межрегионального речного туристического маршрута на Валдаях между Чубаксарами и Казанью. Волга исторически – величайшая транспортная артерия. Сейчас пришло время открыть россиянам туристическое по Волжье и Большой Волжский путь. Студентка Чувашского государственного университета имени Ульянова прошла финал Всероссийского песенного фестиваля «Солдатский конверт». В прошлом году гран-при этого конкурса в Чувашию привез Максим Попов, радиоведущий Таван Радио. В этот раз Валентина Кокотанова попытается повторить его успех. Прочувствовать боль тысяч матерей, потерявших на поле боя своих сыновей, мужей, братьев и отцов. Для Валентины Кокотановой непросто. Но, несмотря на страх, девушка поднимается на сцену, чтобы сказать – страна помнит боль 41-го и гордится теми, кто причастен к победе 45-го. Я стараюсь максимально полно войти в образ и поделиться своими мыслями и чувствами со зрителями, чтобы они начали сопереживать мне и лучше чувствовать то, что происходит в песне. И чтобы эта песня, этот момент, он остался в их сердце. С патриотической песней Валентина поедет в Ставрополь на финал Всероссийского фестиваля «Солдатский конверт». В прошлом году она уже подавала заявку, но отборочный дистанционный этап прошла только в этот раз. Времени девушка не теряла. Участвовала практически во всех региональных и всероссийских конкурсах, научных конференциях и фестивалях. В апреле она едет в Красноярск и представляет Чувашескую республику на Дельфийских играх. Вообще в портфолио у Валентины очень много премий за исполнительские конкурсы именно по специальности. Я думаю, что любому вузу и, конечно, нашему Чувашескому государственному университету лестно такую студентку иметь в своих рядах. «Солдатский конверт» пройдет с 30 апреля по 5 мая, на сцене которого выступит, как говорят в вузе, яркая звездочка на творческом небосклоне Чувашского университета. Екатерина Никитко, Юлия Адюкова, Георгий Кривошейн, Республика. Музей в собственном доме. Житель села Тойси Батревского района Валерий Салмин собрал немалую коллекцию труды по астрономии, физике и философии. Вот уже более пяти лет Валерий Иванович знакомит с космосом всех желающих. В гостях побывала и наша съемочная группа. Идея создать собственный дом-музей зародилась еще в детстве, отмечает Валерий Салмин. Уже в школьные годы он проектировал парашюты, аэросани, и все это время любовь к небу только усиливалась. Как результат, целый дом, заполненный фотографиями, книгами и плакатами. Сам пишу, сам постановщик, сам режиссер, сам автор, всего этого. Валерий Иванович – заслуженный экономист, народный академик, ветеран труда. В свои 70 лет он и не думает стареть. Посмотреть на его многолетнюю коллекцию приезжают школьники и целые семьи из других районов Чувашии. Знание было и остается силой. Поэтому это дом просвещения своего рода. Я хочу, чтобы молодежь стремился в небо, в космос, во вселенной. Надо учиться и работать, конечно, и заниматься спортом. Валерий Иванович хочет передать подрастающему поколению свои знания. И то, что он уже собрал, далеко не предел. Анна Цинтовская, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика Избатаревского района. Это главные новости Чувашии. На этом я, Татьяна Трофимова, с вами прощаюсь. Оставайтесь на национальном телевидении Чувашии.